Нужно быть готовым ко всему. Зменения абсолютно разные у жителей. Мы дом не сможем содержать. Наши люди так, боятся змин. Это будет основание. Вы хоть подумайте. Сядь по ночам, срывая объявления. У людей нет выбора создавать или не создавать ОСББ. Это авантюризм чистой воды. Я не выбирала правильный, не голосовала, меня не спрашивали. Чего не случится, так это мы не умрем, понимаете, это еще не конец. Вся охрана общественного порядка. Давайте создавать. В анкете главное мотивационный фактор. То есть человек задает себе один на один вопросы о доме, которые он может быть раньше не задавал. И вот это поднимает с диванов достаточно многих. Инициативная группа получает или экземпляр анкеты, или получает комплект бланков на все квартиры. И они в каждом своем подъезде раздают эти анкеты и собирают эти анкеты. Какая информация местится в анкете? Куда ее нужно сдать в первую очередь? И какой квартире она касается? Как зовут того человека, которого мы спрашиваем, он сам заполняет? Ну, его контактные данные, чтобы инициативной группе было легче с ним связываться. Там ставится один из первых вопросов. Считаете ли вы себя совладельцем дома? Себя совладельцем дома. Дальше что там написано? Что вы думаете об обслуживании дома? То есть хорошо он обслуживался или плохо? Это как бы предпосылки к следующим вопросам. Следующий вопрос. Как вы считаете, будет он обслуживаться лучше или не будет? И как бы мы переходим плавно к вообще. Мы спрашиваем человека, что он знает об СББ. Потому что достаточно много информации уже распространяется. И вот как бы нужно померить, как она прививается к людям, как она ложится в умы. И интересно вообще, что в доме знают или не знают. Следующий вопрос. Как вы готовы себя тратить на создание СББ? Вы или просто будете приходить на собрание выражать свою волю, или вы готовы быть в правлении, или вы готовы быть председателем. И на самом деле инициативная группа, не всегда из них вырастает председатель. А еще чаще они, нахлебавшись, не хотят быть председателями, а председатель появляется из ниоткуда. Но вот этот способ найти в доме потенциальное правление и потенциального председателя. Ну и следующий вопрос. Считаете ли вы в принципе правильным создание в доме СББ или нет? Ну, такой резюмирующий, он ничего не значит. Но очень интересно, в нулевой точке старта создания СББ, какое мнение было у людей. Цель анкетирования не собрать количество за создание СББ, а как можно больше людей проанкетировать. То есть, если вам сдали анкету все, будьте уверены, что в вашем доме создадут СББ, независимо от того, какое количество людей написали там нет. Раньше пропорции были 1 к 3, 1 против, 3 за. Сейчас уже где-то 1 к 5, 1 против, 5 за. То есть, инициативная группа, получая анкеты на руки, это в первые пару недель в создании СББ, уже видит, насколько их работа нужна людям в доме, и она как бы уже не останавливается. Очень часто инициативная группа проходит по первым соседям, их там кроют последними словами, у них руки опускаются и говорят, в нашем доме ничего не нужно, а нужно, они не прошли всех. Вот если анкетирование прошло, там с показателем 70-80% сдавших анкеты, то можно смело сказать, что этот дом дойдет до конца. То есть, инициативная группа прошла жернова, вот мы знаем среднюю картинку, и мы зародили в совладельцах зерно вот этого СББ. Отчет об анкетировании, вешают на каждом подъезде, и человек даже, который не сдал анкету, который выбросил ее, независимо от того, что к нему один раз ее дали, и второй раз за ней пришли, он считает в доме отчет по анкетированию, он понимает, что в доме есть какое-то большинство, оно чего-то хочет, и там даже есть люди, которые готовы тратить себя на это дело. И он понимает, что, наверное, к этому большинству нужно опринкнуть, чтобы не быть маргиналом, или чем-то хотя бы поинтересоваться, кто это люди. И вот все равно в отчете об анкетировании, как ни странно, есть мотивационный характер.